Дед Мороз и Снегурочка – самые главные персонажи новогодней рождественской поры. Их появление всегда праздник. Притом не только для малышей, но и для взрослых, которые, несмотря ни на что, продолжают верить в чудо. Именно поэтому сказочных героев с нетерпением ждали в брестской семье купец. Лариса Кузьминичная и Александр Кириллович признаются, что такое внимание им очень приятно. И принимая поздравления, они с удовольствием и сами пожелали гостям и всем берестейцам успехов в наступившем году. Брещанам, ну терпение и больше улыбок, и больше, ну как-то позитива, не быть уже грустными, а хоть в Рождество как-то верить друг другу и улыбаться друг другу. И вот спасибо же за такую акцию. 6 января в рамках благотворительной акции «Радость в каждый дом» Дед Мороз и Снегурочка заглянули по пяти адресам, где проживают пожилые или одинокие люди. Однако на этом список добрых дел не заканчивается. Специальные мероприятия проводились и в канун Нового года, продолжатся они и после Рождества. Ведь внимания и заботы много не бывает. Сегодня мы посетим наших подопечных. Мы для них подготовили подарки, это нужные и необходимые каждому человеку вещи, самые простые. И, конечно же, наш Дед Мороз и Снегурочка принесет им минутку радости и наполнит их дом счастьем в преддверии такого большого праздника. Поэтому сегодня мы придем к нашим пожилым гражданам для того, чтобы поздравить их с наступившим Новым годом и с Рождеством. И подарим им теплоту наших сердец. Польза от таких праздничных рейдов, безусловно, при том не только для тех, кого поздравляют, но и для тех, кто делает доброе дело. По словам участников мероприятия, подобные встречи помогают понять важные аспекты жизни человека, такие как связь поколений, благодарность и уважение к пожилым людям. Ребята уверены, что это далеко не последняя их благотворительная акция. И в будущем они еще не раз смогут проявить заботу о тех, кто в этом нуждается особенно. Помогать пожилым людям, это, скажем так, до молодежи и урок, и показ, как пожилые люди себя поддерживают в трудную минуту. Яркий пример – это Евгений Серафимович, участник ветеран Великой Отечественной войны. Он улыбается, он веселый. Это большая радость. Вот это хочется видеть всегда, чтобы они улыбались и были счастливы. Самое главное для этих людей сегодня – это, конечно же, чтобы их дети были здоровы. А вообще хорошее настроение, потому что, когда прожито столько много лет, то самое главное – быть в отличном настроении и поддерживать своего супруга или супругу для того, чтобы идти уже дальше, сколько суждено по жизни.